Здравствуйте! В эфире новости на пятом канале. В студии Екатерина Коптева. В самом начале коротко о главных темах выпуска. Дегазационных мероприятий проводилось недостаточно. Министр по ЧС Юрий Ильин озвучил итоги работы правительственной комиссии по расследованию трагедии в шахте Абайской. Праздник музыки и поэзии. Известные казахстанские акыны съехались в Караганду на республиканский Айтыс. Освещение, водопровод и многое другое. Аким Караганды встретился с жителями станции Большая Михайловка. Два года без автобуса. Жители поселка Белагаш не могут выбраться из своего населенного пункта. Дегазационных мероприятий проводилось недостаточно. Министр по ЧС Юрий Ильин озвучил итоги работы правительственной комиссии по расследованию причин выброса метана и гибели людей в шахте Абайской. Комиссия выяснила, что в первые три минуты ЧП в забой поступало до 8 тысяч кубометров газа метанной смеси и выбросило 200 тонн горной массы. А за 40 минут в общей сложности из пласта выделилось столько газа, сколько уместилось бы в 800 КАМАЗах для перевозки газа. Министр рассказал о подвиге одного из горняков. Один из работников шахты, когда произошло отключение, он включился в самоспасатель и пошел непосредственно в шрек забоя, где увидел несколько тел своих коллег, которые уже не подавали признаков жизни. Один из коллег, который подавал признаки жизни, он его включил в самоспасатель, тем самым спас ему жизнь. И, соответственно, он уже потом почувствовал себя плохо, вышел из штольня, где была оказана помощь уже непосредственно сменой и прибывшими спасателями. То есть этот человек действительно совершил, я считаю, что героический поступок, он помогал своим товарищам до последнего, но, к сожалению, как я сказал, тот выброс метана, который превышал допустимые значения многократные, он не позволил людям вовремя включиться в самоспасателей, была практически мгновенная смерть. В состав правительственной комиссии входили не только казахстанские специалисты, но и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово и Германии. Заключение комиссии в случившейся трагедии – стопроцентная вина работодателя Арселор Митталтимиртау. Мероприятия, которые не проводились и могли привести, они не проводились не только в этот период непосредственно, они проводились на протяжении определенного времени, что в том числе могло спровоцировать образование подобных явлений. В рекомендациях комиссии нами сказано, что на сегодняшний день мир не стоит на месте, есть новые технологии, которые позволяли бы дегазировать горизонты путем бурения скважин, в том числе и наружных скважин, потому что Карагандинский бассейн является сильно загазованным по метану, поэтому должны проводиться подготовительные дегазационные мероприятия. Кроме того, комиссия выявила нехватку рабочих и технического инженерного состава. Работодатель не в полном объеме проводил разведку геологических нарушений на полях шахты, не своевременно производил обновления оборудования, не внедрял новые технологии, минимизирующие риски на рабочих местах. Дальше круг виновных должностных лиц будет определять следствие. Работы на пласте К-10 на Абайской шахте, скорее всего, прекратят совсем. Праздник музыки и поэзии. Известные казахстанские акыны съехались в Караганду на республиканский Айтыз. Масштабное мероприятие посвящено 70-летнему юбилею заслуженного деятеля республики, поэта и публициста, ветерана казахского телевидения Журсина Ерманова. Подробнее далее. Целый ряд культурных мероприятий в Караганде приурочили 30-летию независимости республики Казахстан. Во Дворце культуры Горняков прошел музыкально-литературный вечер в честь 70-летнего юбилея заслуженного деятеля Казахстана, поэта-публициста Айтыз Кера Журсина Ерманова. Свои теплые пожелания адресовали юбиляру известные деятели культуры, композиторы, артисты, поэты и писатели. Поздравил юбиляра глава региона Женец Косымбек. Развитие современного Айтыза большинство казахстанцев связывают с именем Журсина Ерманова, который в далекие 80-е годы прошлого столетия активно начал возрождать в Казахстане данный вид искусства. Сегодня Айтыз и Журсин Ерманов – это неразделимые понятия. Приехали на мероприятие Алтынбек Куразбаев, Асанали Ашимов, Амаджол Альтаев, Серик Аксун Карулы, Галым Жайлыбай и другие деятели искусства. Ведущим события выступил заслуженный деятель Казахстана Жанарбек Ашимжанов. Зрители музыкально-литературного вечера смогли посмотреть не только документальный фильм о жизни и творчестве юбиляра, но и насладиться проникновенным исполнением песен, написанных на стихи Журсина Ерманова. Также им была презентована книга «Улытаудан Алатауха», повествующая о личности выдающегося сына Сырарки. Вечер празднования 70-летия двухкратного лауреата премии Мукагали Макатаева, лауреата Орденов, Курмет и Парасат продолжился айтысом Акынов на республиканском уровне. На состязание Акынов съехались лучшие из лучших айтыскеров страны и столицы, Кызыларды, Павлодара, Уральска, Актабе, Жизказгана, Туркестана и других городов. Я очень тронут оказанной мне честью. Спасибо всем, кто в эти дни разделяет со мной мой праздник. Грагандинская область за последние годы заметно преобразилась. Поздравляю всех казахстанцев с 30-летием независимости страны. Желаю, чтобы наша республика процветала и дальше, а мы могли творить. На айтыси сошлись такие Акыны, как Мухтар Ниязов, Еркебулан, Кайназар, Айбек, Калиев, Аспанбек, Шугатаев, Калижан, Белдашев, Жансая Мусина, Асем, Ережан, Бауржан, Щермеденулы, Омиржан, Куббасынов и многие другие, которых уже знает и любит зритель. Состязавшимся нужно было учитывать не только музыкальность и ритмичность, остроту мысли, удачное парирование аргументов каждого соперника, но и прислушиваться к мнению слушателей, которые тоже давали свою оценку возгласами одобрения и аплодисментами. Ведущим айтыса выступил заслуженный деятель Казахстана Амажол Альтаев. Выступление Акынов судило жюри под председательством народного артиста Казахстана, лауреата государственной премии Асанали Ашимова. Асанали Ашимов, Баурган, 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 Баурган. Продукция Масштабный экспорт 100% экспортно-ориентированная продукция, соответствующая высоким мировым требованиям в области качества. Мировой потенциал Карагандинский завод ферросплавов YDD занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция. Сделано в Казахстане. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплавов YDD Освещение, водопровод, переход через железную дорогу и многое другое. Аким Караганды продолжает встреча с горжанами. На этот раз свои проблемы озвучили жители станции Большая Михайловка. Подробности расскажет Ирина Вобещевич. Как отметила Ким города, Ермаганбет Буликбаев, один из острых вопросов волнующих жителей района Большая Михайловка и власти города связано с безопасностью населения. Это переход через железнодорожные пути. В поселке проживает много школьников и пожилых людей. Когда-то через рельсы здесь был проложен пешеходный переход. Однако составы его постоянно загораживают, поэтому люди просили построить мост. Экспертизу проходит мост. Там мы не досмотрели, чтобы лифт поднимался. Но лифт там... Вы досмотрели же, да? Вот лифт, чтобы люди могли пользоваться. Такой антивандальный, чтобы он не ломался. Надеюсь, потому что у нас тут построится, быстро ломается. Вот, порядка 600 миллионов больше. Для строительства моста необходимо было разработать проект, согласовать его САО, национальная компания КТЖ, и пройти экспертизу. В дорогостоящем проекте предусмотрели все соответствующие меры безопасности. Путепровод начнут строить в 2022 году. Еще один вопрос – это дороги от улицы Вагонной до переезда сделали и сделали улицу Долинскую. Дальше почему мы не пошли? Дальше у нас идет проект по водоснабжению. Центральное водоснабжение. Мы тоже нет. Центральное водоснабжение когда у нас проекте? Проект вышел? А, вышел, да. Сколько вышел? 210 миллионов. 210 миллионов в деньгер мы в этом году заложим и будем центральным водоснабжением делать. Только после этого мы зайдем на дорогу. 210 миллионов предусмотрено на водопровод. Только после этого доделывать будут дороги. В общем, около 7 километров. Это просто красота. Словами не передать. Все мы очень рады и довольны, что нас услышали с дорогой. Конечно, у нас много было сказано по поводу освещения. Это действительно страшно. Вечером страшно выйти. Ничего не видишь перед собой. Займутся также освещением и проработкой автобусных маршрутов. Появятся в районе и детские площадки. Жители выразили пожелание, чтобы территория заброшенного парка была для этого задействована. Несколько раз по поручению Акима, Акима района конкретно, посылали контролёров. Вот до того, чтобы покусали собаку, не добилась соврать. Мастер сидит здесь. Из всего заключенного 11 человек только заключили договора. Три раза приезжали. Пожалуйста, мы же не против. Это же наш хлеб. Мы заключим договор с удовольствием. Это наша конкуренция, потому что здесь всего лишь 78 договоров всего у нас. Вопрос с обслуживанием. Мусоровозящие компании также обсудили на встрече. Компания готова приступить к работе, однако вопрос договоров и контейнеров предстоит решить при поддержке районных властей. Вот через неделю просто не покажете. Я приеду и будете показывать. Вот здесь контейнер поставили, здесь поставили. Вот через неделю запишите саму поставить. Вот через неделю приедем и будем проверять, поставили или не поставили. Ещё жителей интересовала газификация района. Её предусмотрели согласно проекта на 2024-2025 годы. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, 5 канал. Два года без автобуса. Жители посёлка Белагаш Бухаржираусского района не могут выбраться ни в райцентр, ни в Караганду. Что стало причиной, появится ли регулярный автобусный рейс и сколько ещё населённых пунктов остались без пассажирского сообщения, выясняла Людмила Батюшкина. Помогите нашему селу выбить автобус, пожалуйста. Вот просьба к вам такая. А то у нас здесь на 23-м километре волки слопают серьёзно. Жители села Белагаш уже не знают, в какие двери стучать. Посёлок находится в 100 километрах от Караганды и в 23 километрах от республиканской трассы. Автобус сюда перестал ходить почти два года назад. Даже купить лекарства – огромная проблема. В посёлке их нет. Люди живут небогатые, работа есть не у всех. Такси нанимать – это очень дорого. Мы не можем себе позволить, например, каждый раз в город ехать по 15 тысяч, извините, подвиньтесь. Студенты есть. Вот дети не могут домой приехать с учёбы, например. Они приедут в аул, они не могут уехать назад. Потом родители туда идут за поворот, провожают их. А сейчас зимний период, волки на дорогах. Светлана Жанмухамедова прописана в Караганде. Там у неё дети, поэтому ездит туда каждый месяц. Там же снимают пенсию по карточке. В посёлке банкоматов нет. От Караганды до райцентра Батакары автобус ходит. А вот в посёлок – большая удача, если найдёшь попутку, говорит женщина. 5 тысяч вот суряновского до этого. Получаем-то, господи, не такая сумма. 50-55 получаешь, отдашь 5 тысяч. Туда-обратно, где-то вот, если такси, 10 тысяч уходит. По словам Акима, автобус перестал ходить с началом пандемии. Когда людей закрыли по домам, пассажиропоток резко снизился, и перевозчики терпели убытки. Я писал письмо в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. От них пришёл ответ, что конкурсную процедуру проводили несколько раз, но заявителей нет. Дело в том, что этот маршрут считают нерентабельным. Сейчас опять обращаемся туда. По области за время карантина закрылось 20 автобусных маршрутов. И сейчас без общественного транспорта много населённых пунктов. По 10 сообщения смогли восстановить хотя бы временное, говорят в областном управлении. Желающих обслуживать маршрут Караганда-Белагаш нет, даже с субсидиями. Заставить предпринимателей Акимат не имеет права. Ну тогда будем рассматривать совместно с Акиматом района, поскольку у Акиматов место исполнения городов-районов, у них есть полномочия по организации внутри района, чтобы Акимат района организовал с посёлка села Белагаш до районного центра посёлка Ботокара. С дальнейшей перевозкой их на нашем маршруте 84-й Караганда-Ботокара, чтобы они добирались до Караганды. Какое-нибудь решение мы найдём в любом случае. Пока в управлении призывают участвовать в тендере даже физических лиц, имеющих автобусы. А жители Белагаша просят пустить хотя бы газель, хотя бы два раза в неделю. На полтора года ограничения свободы осуждён Карагандинец, который незаконно обналичил 260 миллионов тенге и помог предпринимателям уйти от налогов на сумму 80 миллионов тенге. Нагмет Мурат приобрёл 100% уставного капитала ТО «Промтехстрой-2010». Фирма должна была оказывать строительные монтажные работы. На деле никаких услуг не оказывал, а только выписывал фиктивные счета-фактуры для партнёра по бизнесу компании КЗ «Вефастрой». В общей сложности почти на 260 миллионов тенге. 7% брал себе в качестве вознаграждения. Аферу выявили следователи областного департамента экономических расследований. Своими действиями гражданин Нагмет способствовал уклонению от уплаты налогов бюджета КЗ «Вефастрой» на сумму более 80 миллионов тенге, причинив тем самым ущерб государству в крупном размере. Козыбекбийский районный суд признал гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения и осудил его на полтора года условно с привлечением к принудительному труду. В Караганде продолжается кампания вакцинации для подростков, беременных и кормящих женщин немецко-американским препаратом Pfizer. Как проходит вакцинация студентов, расскажет Светлана Фарина. В Караганде проходит вакцинация от коронавируса детей, беременных и кормящих женщин. В Индустриально-технологическом колледже уже начали формировать списки желающих. По этому поводу провели собрание и классные часы, чтобы только убедить родителей пройти курс иммунизации. На сегодня у нас поступило 39 заявлений от родителей. Сегодня в присутствии родителей по их желанию, благодаря тому, что к нам пришла сегодня поликлиника наша, номер один, мы сегодня проводим вакцинацию 36 студентов. Это только начало. Работа проводится и главное для нас сегодня, это чтобы все были здоровы, чтобы сегодня не было потери наших рядов. И самое главное, чтобы как можно быстрее мы могли справиться с этой главной проблемой. Михаил Ли студент второго курса. Сегодня он один из первых подростков, кто получил вакцину от коронавируса. По его словам, решение он принял самостоятельно, потому что хочет защитить себя и близких. Сейчас очень много людей вакцинируются и не знаешь результата. Но я доверяю нашему правительству и нашему министерству здравоохранения и вакцинирую себя. Напомним, 15 ноября в Караганде началась вакцинация детей и подростков, беременных и кормящих женщин препаратом компании Pfizer. Медики отмечают, что прививают подростков только с информированного письменного согласия родителей или их законных представителей. Светлана Фарина, Николай Шевелев, 5 канал. В Караганде подвели итоги акции по стандартизации наружной рекламы. Рабочая группа посещала объекты бизнеса в городе. Предпринимателям рассказывали о важности правильного перевода наружной рекламы с русского на государственный язык и наоборот. Накануне состоялась итоговая встреча рабочей группы. Акция САУАТ и Жарнома 2021 призвана помочь предпринимателям с качественно построенной и соответствующей языковому закону рекламы и наружной информации. Инициатором акции стал ресурсный языковой центр при управлении по развитию языков области, а участниками – рабочая группа, куда вошли представители НПО, активные граждане, представители СМИ, языковеды и волонтеры. Они посещали субъекты малого и среднего предпринимательства, разъясняя требования законодательства о языках и о рекламе, бесплатно помогая соблюдать законодательство при подготовке текстов. Цель проекта – помочь с грамотной рекламой. Нашей задачей не было кого-то наказать, а помочь сделать правильный перевод на государственный язык. Мы посетили субъекты малого и среднего предпринимательства, расположенные на территории центра города Юго-Востока, Михайловки, Майкудука, Пришахтинска, Федоровки, а также города Тимиртау. Провели опросы информационно-разъяснительную работу, касательно оформления визуальной информации и рекламы. Акции были охвачены торговые дома, салоны красоты, объекты питания и другие субъекты бизнеса. Члены рабочей группы не только охватили предприятия, но и опросили продавцов, консультантов, юристов, маркетологов и менеджеров. В опросе интересовались, знают ли люди закон о языках и о рекламе, поступали ли обращения о несоответствии текстов, визуальной информации или рекламы требованиям этих законов, и какие меры нужно принять, чтобы в этом плане не было проблем. Обычно выявляют три вида ошибок. Это полное отсутствие текста на государственном языке, грамматические и стилистические ошибки на казахском. Это и нарушение правил размещения текста, которое прописано в статье 21 закона о языках. Представители хозяйствующих субъектов охотно идут на контакт и получают бесплатную консультацию, что мы и делали во время акции «Сауаты Жарнама». Светлана Фарина, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, Пятый канал. Магия музыки. В Караганде молодой дирижер дал свой первый концерт. Почему он стал особенным для оркестра и публики, расскажет Светлана Фарина. В концертном зале «Шалкыма» бывший выпускник казахска национальной консерватории имени Курмангазы молодой дирижер Аблухаир Сагимбаев дал свой первый концерт. По словам знатоков, зрители войдут в историю как свидетели концерта новой восходящей звезды. Сегодня такое в Караганде большое новость. Наш земляк, студент нашего колледжа, сейчас окончил, заканчивает консерваторию. Его дебют-концерт. Название концерта «Саздауэн». Мелодический вечер для казахского оркестра. Большой багаж, пополнение репертуара. Для карагандинских зрителей это особенный вечер. Новые произведения и новый для публики дирижер. Встреча с музыкантами – это подарок, которого все ждали с нетерпением. На сегодняшнем концерте мы хотели бы предоставить публике новую программу, программу современных композиторов Казахстана, новые аранжировки западных композиторов, также переложенные для народного оркестра. Какие-то новые традиционные кьюи, которые никогда раньше не оркестровались и сегодня прозвучат впервые и многое другое. Хорошо составленная программа и отличное исполнение никого в этот вечер не оставило равнодушным. Молодой задор и энергию подарили музыканты зрителям зала. Светлана Фарина, Шалкар Алтонбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что оставались с нами. Увидимся завтра. До свидания.